Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире проект «Союз онлайн» студии Тимофей Обухов. Блокада Ленинграда. Когда произносишь эти слова, сразу как-то становишься строже и собранней. Обратиться к теме блокады через художественное произведение нам предлагает наш питерский корреспондент Анна Шишминцева. Аня, добрый день! Добрый день, Тимофей! Здравствуйте, уважаемые зрители! Ты знаешь, когда я прочитал, о чем ты собираешься нам сегодня рассказать, то очень обрадовался, потому что это очень правильно, когда страница истории Великой Отечественной мы вспоминаем не только 22 июня и 9 мая. Понятно, что у города Неве есть и другие даты. 8 сентября – день начала блокады Ленинграда, 27 января – день снятия блокады. Но, насколько я знаю, память об этих событиях в северной столице хранят постоянно. Да, Тимофей, это так. И, обращаясь к мемориальным датам, отмечу, что в этом году исполнилось 75 лет снятия блокады Ленинграда. И как раз об этом спектакль «Сердце хранимое» благотворительного театра «С миру по нитке». Подробнее об этом спектакле расскажет режиссер Алексей Харманов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Спектакль «Сердце хранимое» собран из двух частей. Одна – это дневники блокадников Ленинграда, а вторая – книга Яна Доброчинского «Письма Никодима». Весь спектакль нитью проводит два времени, время библейское и время блокады, показывая в том, что человеческое сердце в любом времени, с ним происходят серьёзные испытания, оно может как и падать, как и подниматься. И оно всё равно работает, действует, и Господь всегда благословляет это сердце, этого человека. А в книге «Письма Никодима» главный герой идёт повествование от фарисея, героя Евангелия, и с ним читатель проходит прозрение, наступает с читателем. Случается ли прозрение со зрителем? Ну, зритель после спектакля, конечно, принимает большую часть того, что мы стараемся подать со сцены. Ну, вот это время блокады, главный герой, блокадник Оля и фарисей Никодим, которые идут одним путём. Это, разбираясь в том, что происходит с ними, это даёт зрителю возможность увидеть, ну, в какой-то степени себя со стороны, наверное, на сцене. Алексей, благотворительный театр «С миру по нитке». Почему благотворительный? Ну, так получилось, что 10 лет назад наш театр собралась в компании ребят и решила, что почему мы не можем свои дары, свои таланты, которые Господь нас благословляет, использовать для других людей, донести сценки театральные для детских домов, школ, хосписов, реп-центров. И начали понемножечку, небольшими спектаклями перевозить на разные площадки целые, сначала небольшие спектакли, а потом довели их до уже полноценных спектаклей Льву Николаевичу Толстову, Палеонор Портер и так далее. Мы можем пригласить наших телезрителей на спектакль «Сердце хранимое». Пожалуйста, расскажите, как забронировать место, куда приехать и когда будет спектакль. Ну, спектакль пройдет в эту субботу, 30-го числа, в 7 часов вечера, на площадке Рославного драматического театра «Странник», который предоставил нашему театру, театру «С миру по нитке», такую возможность, как показать этот спектакль. А билеты где забронированы? На страничке ВКонтакте. Страничка ВКонтакте называется «С миру по нитке, как театр». Да. Спасибо, Алексей. Тимофей. Спасибо большое, Ани Шишминцевой, за эту информацию. Уважаемые зрители, я благодарю вас за внимание. Недолго прощаюсь. Сегодня мы еще обязательно увидимся. Ани Шишминцевой, завицовается. Ани Шишминцевой, завицованься. Продолжение следует...